привет ребят пишите свои вопросы задавайте давно мне кажется давно так не было меня с вами кошка у меня играет с мячиком сейчас год пол эфира скакать я надеюсь что интернет не подведет в этот раз но это не точно пишите свои вопросы ребятки сегодня такая вот как обычно тема без темы и пока собираются все хотела бы вам еще раз напомнить что сейчас идет марафон пронофит где мы там ребятами я состыковываю мышцы что они значат внутренние органы как это влияет на внешний мир как это влияет на внутренний мир вот и если вам интересно если хотите присоединиться то это можно сделать на любом этапе потому что все эфиры в записи вы можете их все просмотреть пересмотреть когда вам будет удобно поэтому присоединяйтесь еще будет эфир марафон у нас деньги это просто где буду рассказывать про про деньги про восприятия как деньги деньги как субстанция материального мира как она на нас влияет как мы на нее влияем как нам сделать ее изобильный для себя вот но и конечно же марафон где у меня было много заявок многие спрашивали про про сухие дни как выходить как не сорваться почему нужно заходить так почему нужно выходить так и почему на втором на третьем дне хоть есть слабость или наоборот прилив сил хочется спать или уходит сон почему хочется сорваться как вообще как что сделать с телом чтобы она не хотела есть что сделать головой чтобы она не хотела есть как правильно выйти чтобы не было отеков когда вы выходите сухих дней и вас просто заливает как как от этого как этого избежать как у нас работает организм почему такое происходит и как это предотвратить об этом обо всем будем рассказывать в том числе и конечно же очень много будем работать с головой он продлится 9 дней где мы этот марафон он будет точно также в записи и если кто-то например будет не успевать вы можете его пересмотреть в любое для вас удобное время если вы например в этот раз выйдете не на семь дней на два дня то в следующий раз когда будете готовы зайти вы вы точно также включаете и просматривать еще раз и заходите еще раз со всей группой только она уже не будет такого общения живого но тем не менее это все будет вот а сегодня я бы знаете ребят много так тем было и про это хотела рассказать и про то хотела рассказать не видимо их столько было много вопросов что они по отлетали но мне много вопросов задавали именно про функционал нашего тела про когда я говорила что отпечатки пальцев они у нас их можно прощупать то есть смотрите очень же было бы удобно в роддоме у ребенка взять отпечатки пальцев сетчатку глаз и в базу это внести но когда рождается ребенок у него нет отпечатков пальцев и у него сетчатка глаза она тоже не проявлено я бы так сказала да что происходит меня сейчас конечно же закидают целители камнями но так она пусть так она не соглашаться я просто делюсь с тем что с теми с теми знаниями которые есть во мне и может быть они для вас будут не актуальными и это может быть а может не быть вообще абсолютно не важен смотрите что у нас происходит даже когда ребеночка например купаете у него ручки так съеживаются видели такие да и ручки съеживаются отпечатка пальцев нет отпечатки пальцев у нас появляются уже какому-то возрасту к определенному возрасту ближе к семи годам что это значит это значит что наше тело она полностью как минимум до трех лет у ребенка она полностью готова на принятие и на отдачу информационно-вибрационного потока к сожалению мы родители по незнанию это это закрываем из-за своего невежества и когда начинают начинает проявляться отпечаток пальца он для начинает проявляться как он начинает то есть у нас из ручек уходит вот этот вот вибрационный передатчик наверно так бы я его назвала до выходит уходит вибрационный передатчик через что мы можем это все взять то есть вы же наверное не раз видели что ребенок что он делать он начинает что-то щупать до щупать начинает в рот тащить что-либо это как раз он через через вибрацию десны потому что мы же все с вами прекрасно знаем что у нас мы слышим не ушами нам кажется что у меня там слух испортился мне это посмотрите сколько у нас глухих музыкантов сколько у нас и когда человек у человека нет слуха по каким-либо причинам абсолютно неважно в каком возрасте ему ставят слуховой аппарат но этот слуховой аппарат у него есть громкость он идет именно на пульсацию кости и по этой пульсации кости идет в мозгу формирование текста я бы так наверное звала да это конечно не по-медицинский но я не медик и мы как раз воспринимаем все воспринимаем на вибрационном уровне вот закрываемся закупориваемся от вибрации то у нас получается что нам отдавать через руки получается нечего и принять мы не можем и у нас вот эти вот конечности они начинают как бы за ненадобностью деградировать и высовываются у каждого свой отпечаток днк он у каждого человека разный нет ни одного похожего точно так же как и нет похожей ракушки ухо и сетчатки глаза не все разные вот эти вот три компонента вижу слышу говорю говорю это руки тоже до слова это говорю это руки вот и они получаются как вот этот вибрационный они если простым языком говорить что они как бы подсыхают подсыхают и получается вот этот вот рисунок то же самое что че сетчатка глаза то есть начало ребеночек рождается у него они вообще черные то есть он может воспринимать все не глазами то есть вы же знаете что у нас идет преломление света и у нас только на затылке все это компонуется выдается картинка в мозг и мы как бы это видим вот ребенок может видеть вне глаз он может видеть мир мамы как она себя чувствует насколько она далеко в каком она настроении вы же все прекрасно это знаете что ребеночек например если мама плохом настроении начинает капризничать но он же этого не видит он же не знает что с мамой что-то происходит ему не сказали а он находится в ее поле и он это чувствует чувствует и восприятие у него идет здесь же здесь же картинка складывается вне зависимости от глаз а когда мы не можем что-то увидеть когда мы не можем воспринять что-то мы слепнем то мы начинаем воспринимать картинки через сигнал сос то есть минимальный то есть мы можем видеть уже силуэтами мы не можем видеть там какие внутренние органы у человека но многие не могут видеть что как какая вибрация какие у нас плотности что в этих плотностях происходит даже элементарно многие не видят например что в комнате есть ни один человек да потому что он это за силуэта не видит он с другой плотности но мир то единый пространство единое а он его просто почему-то не видит потому что все вот так вот раз и сузилась до одного до одной сетчаточки это как раз то что мы перестаем видеть и когда вы выходите на другой образ жизни на иной образ жизни так сказал может быть более облегчен назовите его как хотите то если у вас есть вот телефоны которые-то по по сетчатке глаз считывают или по отпечаткам пальцев вы видите что отпечаток пальца не всегда срабатывает fsd не всегда срабатывает то если вы например будете куда нибудь ушли там в какие-нибудь свои погружения да и вы хоть сколько можете поднести телефон у вас fsd не сработает потому что у вас сетчатка она ведет без преломления когда вы начинаете разблокировать пальцем телефон то вас не всегда он срабатывает потому что рисунок он крутящийся он бегущий становится и у нас очень-очень много на его физического тела я сейчас вижу такую картину что деньги шуршалки мы так стали гнаться за ними что перестаем оценить человека человека а начинаем его оценивать воспринимать через его действия которые никак не связаны с ним и эти действия они подкреплены деньгами то есть вот и такой человек у тебя столько денег ты такой человек у тебя столько денег и очень часто мы не видим истинность мы начинаем его воспринимать через призму восприятия через того как он должен выглядеть А, вот если он духовный человек, значит, он должен выглядеть вот так, значит, он должен ходить в таких-то одеждах, значит, он должен быть в таких-то украшениях. А, вот он автоном, значит, он должен быть в таком-то весе, значит, у него такая-то должна быть фигура, у него такие-то должны быть волосы, у него там должно быть вот это. Это о чём говорит? Это говорит о том, что мы всё больше и больше разучаемся Видеть, кто есть человек. Это из той серии, что встречают по одёжке. И сейчас я прям наблюдаю. Вот меня приглашают, например, вот там, давай вот там встретимся вот с таким-то там человеком. Это вот такой-то человек, там ещё что-то. И, например, какие-то переговоры, ну, чаще всего они проходят в каких-то съедобных заведениях, едябельных заведениях, да. Вот. И у меня две вот крайние встречи, они были в ресторане. И там на встречу пришли там кто-то в роликсах, кто-то там ещё там всё-всё-всё, много-много всего, что там надето, надет статус. статус, кто я есть. И я пришла в сланцах, в куртёхе, в джинсиках и в футболочке. И я чётко видела, что сначала было такое, как… Ну, естественно, они же знали, как бы с кем встречаются. И у них было такое, как облегчение, что они увидели человека, который не совпадает ни с тем образом жизни, который привычный, но и внешне не такой. То есть не одет под ресторанное, там ещё с чем-то там, с рюкзачком с каким-то припёрлась. И на это так по-другому я сейчас смотрю. То есть у них нет возможности оценить меня по финансам. Хотя изначально некоторые начинают думать, как бы, ну так одеты, наверное, потому что у неё нет денег, потому что она такая вся духовная, и ей деньги не нужны. А по факту, ребят, мы просто разучились видеть за призмой денежного состояния, кто мы есть. И какой бы мы проект ни открыли, кто бы ни открыл какой проект, какой бы бизнес, этот бизнес, он сразу же вас втягивает в эгрегор, в любой эгрегор, даже в эгрегор самого себя, потому что бизнес без денег существовать не может. И вы находите, вы думая, что это ваше дело, а по факту вы просто в очередной игре вне себя. И у меня сейчас есть такое желание, естественно, это здорово, что меня там знают, вы меня знаете, там кто-то ещё знает. И, возможно, за счёт этого у меня преимущества больше, чем у кого-либо с такими же идеями, да? И на сегодняшний день я бы хотела, чтобы было какое-то вот поместье, я не знаю, как его назвать, где много земли, достаточно большой дом или дом, и там жили бы такие люди, которые знают ценность себя вне зависимости от того, как они одеваются, вне зависимости от того, что у них есть в материальном мире, сколько квартир, сколько машин, сколько образований, сколько всего. И чтобы в этом пространстве жили вне денег вообще. То есть кто-то высаживает фрукты, кто-то высаживает овощи, кто-то цветы, кто-то что-то мастерит. И причём это можно добиться ведь абсолютно всего, даже собирая какой-нибудь автомобиль, думаешь, ну как, ну чтобы автомобиль собрать, нужны же какие-то запчасти. Нужны. Но ты же этим запчасти можешь взять своим трудом, показать, что вот я вот тебе вот это даю, а ты мне вот это. Да, на первых порах это будет, наверное, возможно, как-то сложно. Но здесь же тогда открывается такое огромное поле, то есть деньги, даже мы этого не замечаем, они нас сковывают. То есть у нас есть пол, куда мы можем пойти, а куда уже не пойдём. То есть с такими деньгами туда не пройти. Или вот это вот без денег не сделать. А когда ты изначально это начинаешь делать вне денег, вообще всё. То есть смотрите, тут вплоть до того, что кто-то, например, начинает там мастерить какой-нибудь домик для животных и начинает помогать животным. Насколько я сейчас смогу помогать животным, это, ребят, это стоит пипец каких денег, передержка, чтобы животное пошло на передержку, чтобы сделать операцию. Вот недавно было животное сбито, да, и чтобы ему сделать операцию и на передержке несколько дней, это 10 дней там получилось. Вышло это всё в 140 тысяч. 140 тысяч, ребят. А если у человека нет таких денег, то он даже своё животное вылечить не сможет. А почему это не сделать? Потому что вот будет кто-то, например, ветеринар, он может этих животных, помогать этим животным, когда есть огромная территория, дети, которые в детдомах растут. Им же можно сделать другой дом, чтобы поднять ценность их самих. Не бывает человека, который не умеет ничего делать. Не бывает. И тогда может даже каждый человек в этом быть задействован. Например, взяли ребёнка, ну, например, там 10-12 лет, да, ему раскрыли ценность себя, да даже если он ворует ещё что-то. Это неплохо. Просто ему говоришь, а почему ты хочешь вот это вот сделать для того человека? Почему ты хочешь у него забрать? Почему ты не хочешь ему дать? И вот с этим вот подходом начинать вот так вот общаться. А потом через какое-то время после его адаптации он берёт под кураторство ещё таких же и поднимает их ценность. И за счёт того, что он поднимает их ценность, он поднимает свою ценность, что он может это дать. И представляете, как может закрутиться этот вот весь мир вне денег. Там не нужно составлять свою валюту, там не нужно придумывать свою валюту, там не нужно быть миллионером либо ещё кем-то. Это просто другое пространство, где ценится сам человек, что бы он ни делал. Потому что делать человек может всё, что угодно. Но всё, что угодно он может делать только тогда, когда он понимает, что он понимает. Вот сегодня ему захотелось кому-то там рассказать про иностранные языки. Может, он знает немного, но ему захотелось. И он эти знания передал. А завтра он начал вязать и связал там кому-нибудь носочки. А послезавтра он захотел вот это сделать. И когда ты идёшь через то, что я хочу отдавать кому-то, это же есть самое прекрасное. И тогда тебя никто подцепить не может. Ты не находишься на игре горя денег. Ты не находишься на игре горя этой плотности. Эта плотность, она материальна, она полностью состоит из денег. И это не в сопротивлении тебе, ни в коем случае. Ты можешь не понравился, в любой момент вышел в мир, грубо говоря, да? Никто же не держит. И там нет такого, что ты должен обязательно ходить девочке в длинных юбках. Ну, хочет, блин, она ходить в коротких шортах, если она считает, что у неё красивая попа, ей хочется показать. Да почему бы и нет? Ну, потому что нет хорошего, плохого. Нет хорошего или плохого. Если она захочет другую одежду надеть, она её будет носить другую. Если не захочет, будет носить то, что она захочет. И это прекрасно просто от того, что человек будет делать то, что он хочет. Ведь смотрите, нас с детства всегда учат, что нам надо. Вот это надо. Учиться надо, потому что вот это. Работать надо, потому что вот это. Это надо. И мы не умеем понимать, а что я хочу. Нас не научили, что я хочу. И когда во взрослом возрасте тебя спрашивают, а что ты хочешь? А ты понять не можешь, в смысле хочу. Ну, наверное, вот это хочу. А вот это хочу, почему? И когда ты начинаешь раскручивать, потому что когда-то вот за этим, после этого и тогда-то сказали, что это надо. И чтобы вот это вот было, нужно выстроить так цепочку, чтобы себя обмануть, что якобы я хочу. А по факту даже никто не знает, что я хочу. И если будет, если нам получится вот сделать такое пространство, где мы можем просто друг друга поддерживать, ведь много человеку не нужно. Ему не нужно каждый день по большому счёту наряжаться во что-либо. Это я по себе знаю. Ему не нужно каждый день изысканно питаться. Но он может на каких-то фруктах, овощах. Великолепные блюда может кто-то делать. Если кто-то вот хочет вкусно кушать, не хочет никто идти на праноедник. Да ради Бога! В этом же не состоит смысл жизни. Но ты будешь понимать, что ты не хочешь перегружать своё тело едой, чтобы научить его и дальше, и ещё дальше, и снова. научать его чувствовать, что я хочу, что для меня. Потому что, когда мы идём по душе, когда мы идём от сердца, мы созданы, сотканы из любви. У нас не заложено негативных эмоций, если мы не сломаны внутри. И поэтому, когда мы идём по честноте, что я хочу, это всегда идёт благость для другого, потому что ты опыляешься через другого. Невозможно сделать кому-то плохо, когда ты идёшь через «я хочу», через счастье самого себя, ты будешь одаривать только счастьем. Ты можешь кому-то сделать плохо только тогда, когда тебе плохо. Всё, по-другому не бывает. Вы меня даже не переубедите. Ты можешь сделать плохо только, когда тебе плохо. Когда тебе хорошо, вспомните, когда вам хорошо, вы хотите весь мир обнять. А когда плохо, вы хотите в раковину забиться. Что это говорит? Это говорит на неосознанном уровне, что вы себе даёте возможность на смерть. Представляете, как круто было бы вот такое вот создать? Если у кого-то есть такая возможность, чтобы где-то вот так вот начать, пишите в личку, мы бы с удовольствием вот это вот рассмотрели. Ведь нас никто, туда же не надо вкладывать что-то, какие-то миллионы. Там же можно приезжать и своими руками что-то делать. Даже если там какие-то заброшенные домики там. Но там можно, чтобы там не выгнали через год. Конечно же, это лучше делать в каких-нибудь тёплых местах. Там больше, по крайней мере, начать с тёплых мест каких-то. Но, естественно, это где-то должно быть не за границей, чтобы здесь нам делать. У нас же здесь, мы же про себя сейчас говорим. И мы тогда можем своими руками кто-то что-то починил, кто-то что-то сшил, кто-то что-то прибил, кто-то что-то посадил. И вот с этого великолепия всё начинается. Там не нужны деньги. Там нужна только ценность человека. И через ценность вот я могу вот это дать. А ты мне можешь вот это дать. А я могу ещё вот это дать. И когда вы будете понимать, что вам по большому счёту вообще ничего не надо, ведь это действительно так. Почему просветлённые уходят куда-нибудь в горы? Потому что они понимают, что им ничего не нужно. А этому миру всё время нужно. Дай, 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 дай. И они думают, блин, одно и то же, одно и то же. Я вот думала, а как вот сделать так, чтобы всё-таки не сорваться куда-нибудь, чтобы не сесть в горы, потому что здесь вот одно и то же эти крысиные пиганты ели. А можно же сделать свою гору. Свою гору, где не надо будет, где тебя не будут дёргать, дай, где тебе будут все давать, потому что ты только можешь идти на отдачу. тебе же, по большому счёту, ведь ничего много-то ведь не надо. Где-то поговорить, где-то раздать себя как благость, где-то что-то посидеть с такими же приятными людьми и что-то там даже покушать, посмотреть фильм, почитать совместно книгу, помастерить. Вы посмотрите, вот сейчас сколько мне идёт от родителей, вот у меня ребёнок постоянно в компьютере. Да и у меня постоянно в компьютере, если я им не занят, если я его не показываю, как можно по-другому. Но только мне стоит сказать, мы завтра едем в горы. Всё, у них глаза начинают гореть, им не нужен, блин, этот компьютер. Или, например, я ребёнку говорю, пойдём в столярку, чтобы там всё, его оттуда не вытащить, он может целый день там просидеть, какие-нибудь поделки делать. Они просто уходят из этого мира, они не знают, как здесь быть. Вроде бы как уже вот тебе это надо, уже привыкли, не надо ребёнка загружать, не надо, позвольте ему развиваться. Развиваться-то как? Вы что там показали-то, где развиваться? Я вам с ребёнком хотела пойти на скалолазание. Блин! Ну, 40 минут скалолазания, три с половиной тысячи на человека. А ты ведь это хочешь не раз в неделю, да, а хочешь прямо этим заниматься. Но... Но это не каждому по карману. Тогда куда ты пойдёшь? Просто по улицам бегать. Тоже великолепно. А когда ты сам, когда сами собираются вот такие вот разные люди, кто-то столярку показал, кто-то девочкам шить показал, бисером вышивать. Где-то там пошли в поход с пердышнёй. Им что нужно в походе? Вот мы со своими ходили, что им нужно там? Хлеб пожарить на костре? И всё, они счастливы до жопы. Им не нужны изысканные блюда. Им нужно просто родительское тепло и показать. Они хотят видеть мир. Они родились в этом мире. Они хотят его познавать. А мы их кидаем всё время в соцсети. Потому что там они могут развиваться. Здесь не могут. Здесь дорого. Туда пойти нельзя. Здесь вот только скажи, когда ты приехал, когда ты уехал, чтобы я не переживала. А куда ты поехал? Представляете, как бы это было здорово? Вот такие вот у меня сейчас. Так. Добрый вечер. Доброго, Света, здравия тебе, Артёма Зведруси. Привет, Артёмушка. Целить или нет? Света, это обратимый процесс? Если можно. Да, ребята, обратимый процесс. Вообще на любом этапе обратимый процесс. У нас тело так устроено. Оно вам всячески показывает, что оно готово в любом состоянии всё зашить, подлатать. Вот вы режетесь, пальчик режете. Вы же видите, что у вас оно всё заживает. Вы же не обмазывайте там себя мазим. Нет, кто-то и обмазывает. Волосы вы состригли. Что они идут? Они отрастают. Зубы. Это уже сейчас, ну просто повсеместно, что зубы. Просто люди начали показывать, что зубы растут. Они растут. Сколько ко мне приходят со снимком. Даже вот летом мы были на фестивале, ко мне два человека пришли со снимками. У одного палеца трос, а у второго внутренний орган. Два внутренних орган. И это всё делает наш организм. Когда мы понимаем, для чего это. Передо мной в 10 лет женщина возникла. Передо мной в 10 лет женщина возникла. По-английски, ребят, не смогу прочитать. На благодарность. Благодарю ребят. Вот такие вот у меня мысли. Если кто-то хочет, если к кому-то это зашла, эта тема, если кто-то хочет поучаствовать в этом, то я с удовольствием. Это как бы не из той серии, а давайте сделаем свою какую-нибудь школу. А чем плохи другие? Это опять же на отличие от этого лучше, это хуже. А тут не про хуже или про лучше. Здесь ты уходишь от эгрегоров, показывая себя. Себя как целостность. Себя как истинность. Вне касаемо твоих действий. Твои действия будут нанизываться, они исходить будут уже из тебя. Не на тебе, которые нанизаны, и ты из-за этих нанизанных действий не видишь себя. А из тебя это другое состояние. Вот, ребята, о чем я хотела поговорить. Если есть вопросы, то задавайте, ребятки. Света, я сейчас в диалоге с преподавателем Центра творческого развития. Хочу рассказать там. Здорово. Да, ребят, это же, блин, мне кажется, это классно. Это классно уйти. Не единичным случаем уйти из финансового... из финансового поля, да? А именно как образ жизни. Там же вплоть до того, что, например, там вода. Ну, кто-то там смастерил какую-то машину, так скажем, да? Может быть, это будет не машина, но что-то можно там перевозить. Может быть, там какой-то водоём. То есть это же не обязательно, чтобы там... Может быть, кто-то придёт, приедет скважину где-то. Может, уже со скважины. То есть это всё можно сделать просто деланием. Деланием, не перекладывая эту ответственность делания на какой-то взаимозаменяемый компонент. То есть деньги... Это же взаимозаменяемый компонент. Как говорят, деньги — это не цель. Это всего лишь тот материал, через который вы реализовываетесь. А почему посредник нужен? Давайте без посредника. Давайте попробуем без посредника. Не то, что я своими талантами заработала такую-то денежку и этими деньгами взяла то, что мне хочется. А этого посредника уберём. И тогда я... Мне нужна шторка для окна. И я пошла к тому, кто, например, занимается тканями. А ткани мне говорят, я могу вот это, я могу вот это. И всё, и пошло это. Причём там же можно... Там можно и ткацкие станки уже в дальнейшем сделать, и какие-то мастерские сделать, и всё, что угодно. И там же даже не обязательно потом это делать и вывозить на рынки, продавать. Ты можешь просто... Не обязательно продавать, а ты можешь расширять своё пространство вот этой человечности. То есть то, что ты производишь, то и будет расширяться. То есть сейчас это 10 человек делать, потом 100 человек, потом тысяча человек. И они начинают вот так вот через делание друг друга. То есть ты приходишь и что-то берёшь. Ты уже лишнее не возьмёшь. Потому что ты будешь знать, сколько это стоит. Потому что ты же сам... Ты будешь понимать, что если я что-то лишнее возьму, там по карманам растырю, то и у тебя тоже сам возьму. Ты будешь только брать то, что тебе нужно, не больше и не меньше. И точно так же к тебе будут приходить. Они не будут говорить, ой, мне вот это. Они будут брать только то, что им нужно, не больше и не меньше. И тогда мы будем понимать мерность себя, сколько мне нужно меры для того, чтобы быть ещё вот в этом состоянии, ещё вот в этом состоянии, ещё вот туда я хочу пойти. Ещё я хочу вот в этой плотности. А в этой плотности уже, когда у тебя есть, ну, к примеру, когда у тебя есть вот столько-то знаний в тебе, которые ты раскрыл, а столько-то знаний ты приходишь примерно к 300 годам. И ты уже понимаешь, что твой организм, ему не нужно стрелять, потому что ты пойдёшь в следующую плотность. И вот он интерес-то, наверное, к жизни, вот он истинный, а не вот эти крысиные, блошиные бега. Это мне так кажется. О том, что уж вышел здесь его. Если мама автоном, то ребёнка кормить не нужно молоком, он сам будет расти без пищи. Ребят, блин, почему вы думаете, что молоко – это еда? Я же уже не один раз говорила. Молоко – это не еда. Во-первых, молозиво. Когда мама рожает, молозиво – это идёт первые три дня. Молозиво – это как такое, как маслице. Оно сначала прочищает все трубы, околоплодные воды, запёкшаяся кровь, в которой вот всё, от чего нахлебался ребёнок во внутриутробном сте. Это сначала промывается. То есть первые три дня у него прям кало идёт чёрный. Чёрный – это вот всё прям счищается изнутри его. А потом идёт молоко. Молоко – это как признание мира через маму, что ты здесь нужен. И как она может его показать? Через сосательный рефлекс он позволяет ребёнку развить, через что он будет потом воспринимать вибрационный путь свой. Через это вибрационный путь. То есть молоко – это не еда для него, а признание мамы. У меня есть много эфиров по этому поводу. Посмотрите, ребят. Я тоже с детками работать буду, начиная в начале март. Ой, здорово! Почему так болит нёба после приёма пищи, после чистых дней? Отравления, сосочки же замкнутые. Чем натуральным мыть голову, чтоб не шампунь? Блин, ребят, много всего в интернете. Я мне, Танюша из Краснодара, она паёт мне сухой. Сухой шампунь. Он натуральный. И его можно найти на Вэлберис. Он прям есть. У них в Краснодаре, по-моему, я не помню, мыловарня, мыловарня, романовых, по-моему, называется она так. Там можете прям посмотреть, там из природных компонентов всё. И насколько у меня просто кудрявые волосы, и мне без кондиционера их практически невозможно, мне их не расчесать. А здесь я могу просто этим сухим шампунем помыть, и они у меня хорошо расчесываются. Это я проверила на себе. Кому что подойдёт, смотрите сами. А вот эти вот 10 компонентов смешать, что-то ещё сделать, это не для меня. Мне проще вот уже кто-то умеет делать, это опять же эстетия, да? Кому-то это нравится, кто-то умеет делать, кто-то сделал, а я воспользовалась. А я умею другое делать. Даё, а он этим воспользовался. В это трудно поверить. А как без веры? Куда ум брать? Ребят, вера, это же, смотрите, вера возникает только тогда, когда нет знаний. Что такое вера? Когда вы не знаете, что это есть, тогда в это можно только поверить. Либо не поверить, либо поверить. Вот что такое вера. Когда ты знаешь, вот я знаю, что у меня бутылёк с маслом, мне не надо верить в то, что у меня в руках есть бутылёк с маслом. Я знаю, что у меня есть в руках бутылёк с маслом. Здесь вера не нужна. Вера нужна только тогда, когда ты не знаешь, что это есть. Вот тогда есть вера. Поэтому я всегда говорю, не верьте мне, проверяйте на себе. И то, что вы говорите, в это трудно поверить, не надо верить, надо делать. Если мы будем во что-то верить, то мы всю жизнь будем во что-то верить. И умрём с верой, с великой верой. Вне дела нет. Вот, ребятки. Я вас всех обняла. Пишите все контакты под видео. Присоединяйтесь к ретритам, потому что ретриты там могу чуть больше рассказать, чем здесь, но намного больше. К марафонам. И если кого-то заинтересовало, если кому-то интересно действительно вот таким вот проектом заняться, то... Присоединяйтесь к речь. Выiani getерет. Также... ... Продолжение следует...